В этом видео мы поговорим про президента Армении Сержа Саргсяна. Вы узнаете, как президент Армении начинал, как вёл свою деятельность, какую пользу приносил своей стране. Все эти данные были взяты из открытых источников. Если у вас есть своё мнение, обязательно выражайте их в комментарии этого видео. Серж Азатович Саргсян родился 30 июня 1954 года в городе Степанакерт, столице Нагорно-Карабахской автономной республики, где окончил среднюю школу. В 1971 году поступает в Ереванский государственный университет на филолога. С 1972 по 1974 года служит в вооружённых силах СССР, а с 1975 по 1978 год работал слесарем в Ереванском электротехническом заводе. После окончания университета в 1979 году Серж Саргсян вернулся в Степанакерт, был комсомольским и партийным активистом. После в 1983 году работал первым секретарём горкома комсомола. В этом же году Серж Саргсян женился. Супруга Рита Александровна Саргсян родилась также в Степанакерте. В будущем у них будет две дочери – Ануш и Садыник. Вследствие, после женитьбы и двух лет работы секретарём горкома, он занял должность помощника первого секретаря обкома НКО Генриха Погасяна. Начиная с 90-х годов XX века начался стремительный рост в политической деятельности. Серж Саргсян стал депутатом Верховного Совета Армении. С 1989 по 1993 года Серж Саргсян руководил комитетом сил самобороны НКР. После с 1993 по 1995 год был министром обороны Республики Армения. В период пребывания на посту было достигнуто соглашение с Азербайджаном о прекращении огня. А с 1999 года по 2007 год был секретарём Совета национальной безопасности при президенте и являлся министром обороны Республики Армения. 4 апреля впервые стал премьер-министром Армении и 7 июня в 2007 году вновь назначен премьер-министром. Спустя полгода избран председателем Республиканской партии Армении. И, пожалуй, самое главное событие политической деятельности произошло 19 февраля 2008 года, когда Серж Саргсян был избран президентом Армении и остаётся при должности по сей день. В сентябре 2007 года Роберт Качарян заявил, что хотел бы видеть следующим главой Армении никого иного, как Саргсяна. Нет никого справедливее, чем Серж Азатович. Он болеет за свой народ, за свою родину. Это сказал Роберт. 9 апреля 2008 года Саргсян вступил в должность президента Армении. Он выиграл уже в первом туре, набрав 52% голосов избирателей. При этом всего в выборах приняли участие 69% избирателей. Кстати, Тер Петросян, первый президент независимой Армении, не признавал эту победу. Сторонники экс-президента провели в Ереване митинг протеста, в котором участвовало несколько тысяч человек. Учитывая любовь народа, то ни у кого даже не было малейших сомнений в честности проведения процедуры выбора президента. После избрания президентом Армении Серж Саргсян потребовал, чтобы русскоязычные средства массовой информации передавали его фамилию как Саргсян в соответствии с нормами армянского произношения. Президент Армении, помимо родного армянского, владеет русским и английским, а также турецким и азербайджанским языками. Хотелось бы еще вспомнить о заслугах Сержа Саргсяна. Он был награжден армянскими орденами Боевой крест Тигран Мец и орденом НКР Золотой Орел. В НКР ему было присвоено звание Героя Арцаха. Спустя менее двух месяцев после войны 2008 года грузинские власти удостоили Саргсяна ордена Золотого Руна и ордена Чести. Кроме того, он имеет украинский орден князя Ярослава Мудрого первой степени и российский региональный орден за заслуги перед Калининградской областью. Также 7 октября 2011 года президент Франции Николя Саркази наградил президента Армении Сержа Саргсяна большим крестом ордена почетного легиона. Помимо всего этого, Серж Саргсян является председателем Совета Ириванского государственного университета и президентом Федерации шахмат в Армении. Ну вот и всё, наше видео заканчивается. Если у вас есть дополнительная информация, обсудим это в комментариях. На этом всё, новые серии каждую неделю. Пока!